Ой, ребята, демократы, умиляюсь я с наших властей. Россия заблокировала 18 миллиардов долларов, заработанных западными компаниями в 2022 году. Имеются в виду те деньги, которые западные компании заработали здесь, в России. Речь идет, конечно же, о компаниях из так называемых недружественных стран. В частности, наибольшую прибыль получил американский банк Райфайзен. 2 миллиарда. Филипп Морис и Пепсико заработали 775 миллионов и 718. Соответственно, прибыль шведского производителя грузовиков Scania ушел с российского рынка в 2022 году в декабре. Отработал год, составил 621 миллион долларов. Наибольшую суммарную прибыль получили компании из США 5 миллиардов. На втором месте Германия, там где-то 2,5 миллиарда. Австрия 1,9 миллиарда. Швейцария замыкает эту четверку. Вот сейчас, значит, эти деньги у них арестовали. Ну, не арестовали, заблокировали. Они их не могут вывезти из России. Подавляющее большинство этих компаний, повторюсь, уже в России не работают. Но деньги продолжают оставаться здесь, на каких-то счетах. И вывезти из России они их не могут. Я честно уже не знаю, кто советы советуют нашему Владимиру Владимировичу. Но от него очевидно, что это очень недальновидное решение. Сейчас обсудим все это дело подробнее. Это реальная журналистика. Сегодня вот в таком формате. Чуть позже объясню, почему. Следующая программа, видимо, тоже. Поехали! В очередной раз пытаюсь пояснить, почему вот в таком формате мы пока будем выходить. Дело в том, что я ложусь в больницу на операцию. Прямо сейчас, когда вы смотрите это видео, я уже, скорее всего, буду лежать в больнице. Потому что я записывал, естественно, заранее. Прямо сейчас я нахожусь на, может быть, даже на операционном столе. Операции не очень сложные, но все-таки достаточно серьезные. Оперировать не будут ноги, обе ноги. Поэтому, когда я смогу уже бегать, перемещаться, как белый человек? Ну, я думаю, неделю через две, не раньше. В связи с этим, вот пока будем выходить в таком формате. Что-то придумаю на следующей неделе. Операция, кстати, ну, повторюсь, она не сложная. Но могут быть некоторые осложнения, как мне сказали. Зачем я записываю вот это вот видео еще? Дело в том, что операция дорогостоящая сама по себе. Поэтому, если кому-то не жалко, там порядка 50 тысяч рублей она будет стоить. Если кому-то не жалко, если кому-то захочется поучаствовать, помочь. Я вот здесь вот в описании оставлю ссылку на донат Алиц. Как только соберется необходимая сумма, следите внимательно за комментариями, которые будут под этим видео, под следующим. А в телеграм-канале я сразу напишу, так все, стоп. Потому что я не собираюсь, дети, клянчить деньги постоянно. Да, ну, действительно, возникла такая необходимость. Если кто-то поможет, было бы здорово. Спасибо! Итак, в чем на самом деле проблема? Да, немногие понимают, некоторые говорят, но они же, наши резервы, тоже у себя за границей заморозили. В частности, резервы ЦБ. Но не все до конца догоняют. Кто они и что именно заморозили? Дело в том, что это государство с государством. Грубо говоря, пупками меряются. То есть, власть одной стороны заработала золотовалютные резервы другой страны. То есть, в частности, американские власти, еще власти каких-то государств. Это золотовалютные резервы страны, государства. То есть, тут государство и тут государство. Это государственные средства. В данном же случае, что делают наши власти? Наши власти борются с частным капиталом. С иностранными компаниями, которые никакого отношения к своим государствам не имеют. Они могут не поддерживать политику своего государства, но вот вынуждены были они уйти из России. Тоже почему-то пропагандисты никогда не объясняют, почему иностранные компании вынуждены были уходить из России. А все вы знаете, что огромное количество стран Евросоюза, США, Канада, Япония, ну и там ряд других государств ввели против России экономические санкции. И вот эти вот бизнесмены, которые работали здесь в России, они являются подданными тех или иных государств, гражданами тех или иных государств. И вот дабы эти бизнесмены не попали под санкции от своих властей из-за того, что они продолжают работать в России, которая находится под экономическими санкциями их страны, они вынуждены были отсюда уйти. Да, они что-то потеряли, но вот взять например Макдональдс, да, вот ушли они из страны, ноги как раз из-за санкций. Просто владельцы Макдональдса не хотят в США попасть под эти санкции. И поэтому они приняли решение, да, вот пожертвовать российским рынком, потому что что такое Макдональдс? Это 36 тысяч ресторанов по всему миру. Из них в России там работало то ли 100, то ли 200 всего заведений. Ну вот, ну поставьте, на одной чаше весов 36 тысяч ресторанов, на другой там даже 2-3 сотни. Ну это несоизмеримые, да, потери. Поэтому, ну они вынуждены были и вот уходили именно из-за этого. Та же Икеа, я уверен, руководствовалась примерно тем же самым. Потому что в Икеа в России они представлены не так широко, как по всему миру, как в тех же Соединенных Штатах, где они работают давно и долго. Вот они вынуждены просто были, эти люди вынуждены были уйти из нашей страны. Я не сомневаюсь, что рано или поздно они бы, наверное, возобновили свой бизнес, подумали бы, как это можно сделать. Может быть, зашли бы сюда к нам в страну под видом уже не европейских, не американских компаний. Ну, в принципе, вы знаете, что есть разного рода офшоры. То есть при желании можно придумать, как эти санкции обойти. И ведь обходят некоторые, мы же серым импортом занимаемся. Но вот теперь, по сути, наше правительство объявило частному капиталу западному войну. То есть они схлестнулись уже не с государствами, а Путин не с Байденом сейчас ведет экономическую войну. Он ведет с конкретным Джоном из Техаса. Джон из Техаса прилетает по башке, грубо говоря, который вообще ни в чем не виноват. Джон из Техаса потерял деньги. Ну, я условно имею в виду Джона из Техаса. Он потерял свои деньги. Он потерял какой-то бизнес. Вот ведь что плохо. И сейчас мировое бизнес-сообщество на все на это посмотрит. Скажет, как с ними дела-то иметь. У них вообще там беспредел какой-то происходит. Вот захотели, значит, сначала они отказались выполнять решения международных судов. Теперь, значит, они просто приходят и отбирают наши деньги. Отбирают наши предприятия. Просто потому, что им захотелось, как и нет, называют национализировать эти предприятия. Здравствуй, елка, Новый год. Это такое слово, только красивая национализация. В реале никакой национализации там приблизительно не пахнет. Это обычный рейдерский отъем. Отъем чужой собственности у коммерсантов. Нормальный, да, дальновидный руководитель никогда так не поступит. Он наоборот, да, сделает все. Все под санкционным давлением страна находится. Наоборот, Владимир Владимирович в этой ситуации должен был собрать экономический блок и сказать, слушайте, давайте подумаем, что мы можем предложить этому иностранному капиталу. И они могли работать и чувствовали себя в безопасности. И мы, чтобы не потеряли эти деньги. Но мы опять шашкой давайте все порубаем. Но только в конце концов, да, Владимир Владимирович, он не молодеет. Рано или поздно он оставит свой пост в силу естественных причин. Мы уже за 70 сейчас. А нам-то с вами еще жить, нашим детям жить в этой стране. Любая страна мечтает, да, об иностранных инвестициях. Даже самая какая-нибудь захудалая, никчемная какая-нибудь эритры. Они сидят и мечтают, чтобы кто-то пришел с деньгами к ним в страну. Мы же через 90-е проходили, да. Вот именно иностранный капитал, в принципе, вытащил наш рынок из глубокой задницы. Простите меня, мой французский. Именно иностранный капитал пришел, да, и начал помогать нам отстраивать нашу экономику. Вы же вот те, кто застали 90-е, они же помнят, какой это был вообще беспредел. Не было ничего. Все заводы, фабрики позакрывались одномоментно. Предприятия останавливались, потому что система не смогла перестроиться. Это была всю жизнь государственная управляемая система. Все вот эти предприятия, они принадлежали государству. И вдруг одномоментно они все стали частными. А система управления к этому была не готова. Поэтому вы помните эти времена. И я прекрасно помню, когда у меня мама на работе не получала зарплату месяцами. Месяцами не платили, да, вот мы вам должны, военным не платили. Я учился в военном училище, мы на тот момент подписали контракт, нам также не платили по полгода. Там по 7, по 8 месяцев. Отец у меня остался без работы, завод закрылся. И вот мы все, да, начали выстраивать экономику. Такой дикий капитализм у нас был, когда вот начали на улицах появляться какие-то рынки. Где там строили какие-то курятники или притаскивали там железнодорожный контейнер. Все помнят, что это были времена-то такие аховые. И именно иностранные инвесторы помогли нам развить экономику и сделать ее, в общем, ну, современной. Которая помогала нам долгие годы жить. А сейчас мы хотим взять и разругаться с частным капиталом, не придут там больше никогда иностранные инвесторы. И что делать-то будем? Ни хуй я! Причем я понимаю, если бы вот эти все люди, которые сегодня становятся у руля вот этих как будто бы национализированных предприятий. Если бы они занимались их развитием. Но они не будут заниматься их развитием. Потому что кто встанет у руля этих компаний? Правильно. Чиновники или какие-то их родственники. А кто такие чиновники? Это временщики. Они не создавали этот бизнес. Но сын на него наплевает. Более того, любой чиновник понимает, что он на своей должности просидит какое-то очень непродолжительное время. То есть до определенного какого-то момента. Он не может быть мэром пожизненно. Он не может быть губернатором пожизненно. Не может быть прокурором пожизненно. То есть все это рано или поздно закончится. И он это понимает. Либо он там проворуется, может быть. Либо сместят там кто-то, окажется ловче и подсидит его с должности. Поэтому он не будет заниматься этим развитием. Я ведь уже приводил этот пример с Почтой России. Помните некоторое время назад? Почта России, которая несет убытки за убытками. Уже не первый год. Это век интернет-торговли. Когда нужна только логистика. Купить, продать сейчас проблем нет. Логистические компании сегодня выигрыши как? Век интернет-продаж, когда все покупается и все продается через интернет. Даже вон Сбербанк уже открыл свой Сбермаркет. Интернет-торговлю осваивает. Многие предприятия переходят на интернет-торговлю. И вот при таких условиях, в такую эпоху, Почта России несет убытки. Это надо быть особо одаренным человеком, чтобы развалить. Такое предприятие, как Почта России. Но я вам тогда и приводил пример. Почему? Да потому что возглавляли ее временщики последние годы. Два последних года, когда она нахлопала. Сколько-то там. Какое-то невероятное количество миллиардов в минус ушла. Возглавлял такой профессиональный чиновник. Который с 90-х годов всю жизнь работал чиновником. И вдруг он решил, его поставили руководить Почтой России. Ну вот наруководил. На прошлой неделе. Помните тоже, мы с вами, зрители телеграм-канала, читатели телеграм-канала моего знают. Сидели, смеялись. Крупнейшая транспортная авиакомпания России заявила о том, что из-за санкций у них остался всего один самолет. Было 10. Вот было 10. Из них 9 Боингов. А один нам, 24-й, по-моему, 70-го года выпуска. Вот из-за санкций у них теперь Боинги не могут летать. И они теперь пользуются только одним самолетом. Вот этим вот Анам 24-м, 70-го года выпуска. Как там, я надеюсь, что пошутил представитель авиакомпании, когда он давал интервью журналистам с Ура-Ро. Он сказал, ну будем развиваться с одним самолетом. Транспортная компания с одним самолетом. Было 10, остался один. Вот это развитие, так развитие. Чтобы вы понимали, прямой конкурент Почты России, компания Federal Express, американская компания FedEx, появилась только в 71-м году. Почта России уже тогда существовала. Они были прямым конкурентом. Там примерно одинаковое количество сотрудников. Но вот за 50 лет FedEx развился до такой степени, что у них есть собственный парк авиасамолетов. Никогда не угадайте, сколько там. Почти 700 бортов. 700 бортов. У нас у крупнейшего транспортного перевозчика было 10. Не так давно остался один. У Почты России я, в принципе, не знаю, есть ли у них какой-то авиапарк. Вот и складывайте 3,2. Повторюсь, это не в коня корм. Эти люди, это временщики, которые будут хапать здесь и сейчас. Они будут уничтожать эти предприятия. То есть выдергивать все, что оттуда можно выдернуть. И все, мы это проходили в 90-е годы. Просто повспоминайте. Особенно жители моногородов. Там жил-был завод, там стоял город. И целый город от этого завода зависел. Вот здесь вот недалеко 100, по-моему, 200. Ну, что-то такое. Километров от Екатеринбурга. Я про него рассказывал как-то у себя в эфирах. Нижний Салдинский металлургический завод. Был такой, например, от которого зависел весь город. Вообще, таких заводов в Советском Союзе было два. Но один был в Украине. После развала Советского Союза завод остался один. Чем уникален тот завод? Завод производил рельсовые скрепления для Министерства путей сообщения. По сути, завод Монополист. Это золотой завод. Ну, представляете, МПС. Которым постоянно нужны эти рельсовые скрепления. Практически госзаказ у тебя постоянно есть. И вот в 90-е годы, там, с 97-го, 98-го, вот этот завод начали делить всякие разные братки. Никто из них не вкладывал в этот завод ни копейки. Ни копейки. Просто распродавали готовую продукцию. Распродавали, додробили активы. По дешевке все это куда-то спуливали. Все нет сейчас больше этого завода. Завод не работает. Завод полностью уничтожен. А железнодорожники предпочли работать с китайцами. Поверьте мне, вот с этими иностранными компаниями, которые сегодня как будто бы национализируются, будет все то же самое. Не будет у нас никакой экономики. Они ее рано или поздно угробят. Если мы этого не поймем, тогда 90-е не просто повторятся, они повторятся в гораздо худшей степени. Потому что тогда, в тот момент, мы все равно чему-то учились. У нас все равно были люди, которые хотели нам помочь. В том числе иностранный капитал выше сказал. А сейчас мы просто идем тем путем, что мы решили со всеми разругаться. И гуляй, Вася. Поэтому с чем я нас и поздравляю. Все. Спасибо, что вы слушали. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так, извините, что в таком формате. Ну вот какое-то время я буду продолжать выходить в таком формате. Может быть неделю еще. Но пока не выйду из больницы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok